Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Вы меня до эфира просто сразу озадачили списком табуэрованных тем. Я сейчас лихорадочно думаю, о чем мы с вами можем говорить. Потому что о чем мы не можем говорить, я понял. Скажите, а у вас есть тогда, быть может, любимые вопросы, когда журналисты вам что-то спрашивают, и вам это нравится? У меня есть нелюбимые вопросы. Про нелюбимые я понял, я их задавать не буду. Все это мы проехали. Нет, я на самом деле люблю разговаривать на разные темы, кроме тем, которые касаются вопросов личной жизни. Потому что я принципиально считаю, что художник, художник я имею в виду сейчас в крупном смысле этого слова, в том числе любые общественные люди не должны разговаривать о своей личной жизни в эфире, в журналах, в газетах. Потому что это все копание в грязном белье, к сожалению. То есть вы считаете, что у публичных людей белье обязательно грязное? То есть люди, которые что-то достигли, они обязательно это достигли? Любое белье, которое лежит в корзине, оно всегда грязное. В меньшей или большей степени. И когда мы начинаем, ну как бы, когда начинаются мусолиться любые темы личного характера, это всегда мне как-то почему-то неловко. Нет, мы ваше белье мы трогать не будем, я просто понял. Любое белье. Мне неловко, когда мои коллеги рассказывают про это. В нашей беседе. Просто существует тезис, что если человек выбирает публичную профессию, вот он выходит на подиум, на арену, на сцену, он должен быть готов к тому, что у него появятся поклонники. У него появятся люди, вы знаете, какая-то неприятная порода фанаты. Вообще, я имею в виду не поклонники, а вот такие фанаты. Почему? Это очень приятная порода. Ну, а потому что это именно они постулируют вот этот интерес. Вы поверьте, что журналисты спрашивают именно потому, что существует заказ на это. Конечно, но это не значит... кто, с кем, когда и почему. Правильно. Потому что человек стал публичным. Это его выбор. Он пошел в политику, он пошел в шоу-бизнес. Не хочешь, чтобы тобой не интересовались? Езжай в Псков, работай в прачечной. Я не про вас, а вообще в принципе. И тобой не будут интересоваться. Как вы к такому-то отношуете? Мы с вами говорим про разные вещи. А я вам говорю про то, что интересоваться могут все. И прекрасно, что интересуются. Но это не значит, что я должна об этом говорить и рассказывать. И мусолить эти темы. А еще я вам больше скажу. 70% моих коллег делают себе пиар на своей личной жизни. И этого я не признаю вообще. Совершенно справедливо, да. Поэтому, конечно, каждый сам решает, как он строит свою карьеру. Я строю свою карьеру. Я считаю, что у меня слишком много поводов поговорить о моем творчестве. И достаточно их для формата передачи. Вы просто не поняли, просто как бы я плохо проговорил свой тезис. Ведь речь не о том, что есть поводы. Понимаете, там, условно говоря, у Брюса Виллиса тоже, в общем, нормально с поводами. Как вы относитесь тогда, вот я переформулирую, к зрительскому интересу, к личной жизни социально значимых персонажей? Абсолютно нормально. То есть вы считаете, что сам по себе интерес нормальный? Конечно. Но считаете, что удовлетворять этот интерес не должно? Да. Понятно. А как вы относитесь к тому, что... Ну, то есть как вы относитесь к тому, что ваши коллеги там сами выстраивают пиар? Это я уже понял. Как вы относитесь к практике, когда люди выстраивают свою карьеру на личных отношениях с кем-нибудь? Ну, там, я не знаю, с продюсерами, там, певицей, там... Не знаю, я никак к этому не отношусь. Я больше вам скажу, я даже об этом не думаю. У меня столько поводов и столько... Хорошо, давайте поговорим про ваши поводы. Какой повод вы считаете сейчас самый значительный? Я думаю о том, как, что нужно больше времени уделить своему фонду, который у меня появился вот буквально совсем недавно, в сентябре, но... Ну, это фонд по помощи... Это благотворительный фонд детям с поражениями... Детям, да, да. С органическими поражениями центральной нервной системы, фонд Галчонок. Да, да. Очень много сейчас фондов. Вот как вы относитесь к тому, что у Гоши Куценко сейчас фонд. Вот Чулпана Хаматова, я понимаю, она... Она ведь с вашей подачи... С ее подачи ваш фонд, да, в известной степени? Ну, да. Вот с ней было понятно. Теперь все заводят фонды. Вот знаете, как вы сказали, что не верю. Вот потому что... Ну, как-то вот мне странно. Вы не верите, потому что вы этим не занимаетесь, я вам скажу. Потому что любой человек, который, ну, как бы является не просто лицом фонда, а непосредственно занимается фондом, я вот не верю в то, что он может заниматься этим просто так, для чего-то там, для пиара и все прочее. Поверьте, это достаточно сложная работа, никакого отношения к пиару, к... Ну, хорошо, когда актер выходит на сцену и даже не может произнести название своего фонда, как Гоша Куценко, это не пиар? Нет, это другой вопрос. Я вам говорю, есть две разницы. Разница может быть одна между двумя вещами. Есть, ну, как бы, два варианта, как бы, управления фондами. Есть лицо фонда, да? А можно заниматься фондом? Если ты им занимаешься, я не верю, что это может быть пиар или что-то такое. Потому что человек, который хоть раз пришел в любую из больниц любого фонда, не может, ну, если он нормальный человек, адекватный, не может этим заниматься просто так, для пиара. Потому что это слишком тяжело психологически. Ну, люди просто разные. То есть, вы сейчас моделируете по собственным ощущениям? То есть, вы так устроены? Я вообще весь мир моделирую по собственным ощущениям. Ну, это же неправильно. Люди-то очень разные. Ну, я не могу же говорить о всех людей. Ну, возьмите там, я не знаю, маньяка Чикатило. Вы считаете, что если бы он в свое время пришел в детский дом, он стал бы заниматься благотворительностью? Я просто хочу сказать, что люди-то очень разные. Вы говорите сейчас какой-то чушь. Бога ради меня, извините. Ну, это полная чушь, потому что, ну, я, конечно, могу говорить об этом мире только с позиции, которая, ну, как бы, с позиции самой, с моей себя. А говорить обо всех людях, а в том числе о Чикатиле или, не дай бог, о ком-то еще, я не могу извинить. Нет, ну, вы сейчас как раз озвучили следующее, что никакой человек, бла-бла-бла, так и так дальше. То есть вы сделали вывод за всех двуногих, то есть за всех людей, мужчин, женщин, любых рас, любых вероисповеданий. То есть вы берете... Нет, я не сделала ни за чьи выборы. Я просто говорю, что я, как человек, бывший в больнице, не могу, например, по-другому относиться к фонду. И мне очень хочется верить, что все люди, которые серьезно, как бы, ну, в это вошли, не могут этим заниматься просто так. Не могут. Ну, если они люди. Другой вопрос, если они Чикатилы, как вы говорите, ну, конечно, понимаете, можно тогда вообще... Ну, или куценте. ...все что угодно можно и... Нет, послушайте, послушайте, я бы так категорично о своих коллегах не отзывалась, тем более, что, ну, это просто неприлично, как минимум, для меня. Нет, я считаю, что неприлично пиариться на детях. Тема очень больная, тема очень непростая, тем более в контексте, там, последних каких-то инициатив. И мне кажется, что если человек хочет помочь проблеме, помочь конкретному ребенку или детям вообще, он просто это делает. Когда он с этого начинает разговор с журналистами... Послушайте, Гоша Куценко не нужен пиар, поверьте мне. Гоша Куценко достаточно сняться в каком-нибудь... Значит, каким-то другим людям, людям, которые его держат. Понимаете, может быть, его именем фонд получает деньги. Это очень тонкие нюансы, и я бы, ну, вот, не говорила об оценках категорично и просто. Его сейчас нет, ну, вот вы начали разговор... Вот тем более, что его сейчас нет, и неприлично о нем даже говорить. Ну, вот вы-то здесь есть, и вы начали разговор именно с того, что для вас это самое существенное. То есть как бы вы актриса, театр, кино, певица, насколько поправьте меня если... Нет, я не певица, я актриса. Мне казалось, что вы пели, что у вас были команды. Нет, я пела, но я не певица, певица, это очень громко сказано. Хорошо. Вот, но вы начинаете с того, что для вас самым существенным и важным сейчас. Да. Так, и скажите, когда вы были... мы можем говорить про ваше детство, или это тоже относится к категории личной жизни? Несмотря что про мое детство. Ну, скажем так, у вас счастливое было детство или нет? Вот так вот я... Ну, наверное, детство просто по определению, любое детство, оно счастливое. О, боже мой, что ж вы прям какие-то такие вот просто характеристики. Детство это... Ницше говорил, что это самый несчастный период вообще в истории развития человека, детства. Потому что когда маленькое существо совершенно не защищено... Ну, я так не считаю, я считаю по-другому. Мне кажется, что все равно как бы, ну, если даже были какие-то моменты не очень счастливые, то все равно сейчас они уже, по прошествии времени, все равно вспоминаются либо с юмором, либо с какой-то... Ну, да, так было. Кем вы мечтали быть в детстве? Я кем только не мечтала быть. Поэтому меня мотало из стороны в угол, поскольку в школе я училась неплохо, и мне разного народа, разного рода науки давались хорошо. Поэтому у меня был период, когда я, например, дико интересовалась химией, ходила на все там олимпиады по городу, их выигрывала. Я решила, что я обязательно буду врачом-стоматологом. Потом я передумала. Потом я решила, что мне нужно обязательно спасать людей, и я должна ни много ни мало поступить в школу МЧС. Потом я решила, что... Потом я решила, что у меня хорошо получается с иностранными языками. И я решила поступить в школу... В Голицынский институт... В Голицын есть университет, наверное, он теперь уже, я даже не знаю. Тогда он был институт. Институт военный... на военный перевод. Поэтому меня мотало достаточно сильно. Ну, когда вы поняли, что вы рождены для сцены? Да никогда. То есть вы мечтаете... Ну, что значит рождена для сцены? Я всегда была на сцене. Другой момент. Я всегда там с какого-то юного возраста. Меня там... Ну, не знаю, может быть. С четырех лет воспитательницы водили по группам, потому что я пела песни Аллы Пугачевой. Ну вот, а вы говорите не певица. Вы же с четырех лет певица. Ну, это так. Певица, певица. Нет, ну, действительно, была же ваша биография, когда вы выступали с командой. Нет, нет, и сейчас есть. У меня сейчас есть свой бэнд, который... Да, какой? Который мы поем. Бэнд называется «Ломовой оркестр». Они просто иногда поют, ну, они с разными людьми поют. Вот, например, «Ломовой оркестр» и «Юля Пересильник». Ну, вот так называется. А репертуар какой? Я очень люблю ретро, особенно песни Герман, вот этих вот времен. Песни Анны Герман, песни... Можете я сейчас какую-нибудь одну строчку пропеть и капеллы? Любую. Есть на далекой планете город влюбленных людей. Звезды для них по-особому свете, небо для них голубей. Ну вот, а говорят, что не певица. Нет, ну, певица – это же профессия. Ну, есть профессиональная, не певица, профессиональная актриса. Ну, люблю петь. А скажите, кто ваши родители? Они имели отношение к сфере искусства? Никакого отношения в сфере искусства они не имели. У меня единственное, что папа был музыкально очень одаренный человек, он мог играть, точнее, на всех инструментах и прекрасно рисовал. А вообще нет, мои родители никакого отношения к выбору моей профессии не имеют. А, то есть вы такая была самостоятельная девочка, взяли для себя, решили, что будут стоматологом потом, не будут стоматологом. Ну, вы знаете, как-то мне родители достаточно рано дали возможность самостоятельно принимать решение, за что я им очень благодарна. А именно в возрасте 11 лет. Вы единственная, да, именно? Единственная, да. А почему в возрасте 11 лет? Что произошло в возрасте? Ну, почему-то я так помню. В возрасте 11 лет я стала самостоятельно принимать свое решение. И, то есть вы вообще даже не обсуждали это с отцом, с матерью? То есть для себя... Нет, ну как? Ну, безусловно, родители волновались. Они вообще не знали, что я уехала в Москву и что я поступаю. Поэтому они узнали уже по факту поступления. Тем более, что я училась один год в филологическом... Вы не сразу поступили? Да, да. Я в первый год не поступила. И училась год на филологическом факультете Псковского педагогического института. Но потом забрала документы и уехала поступать. А родители узнали уже в момент, когда я поступила. То есть вы неудача при поступлении вас совершенно как бы не обломала? То есть вы достаточно уверенный, получается, в себе человек? Ну, как сказать? Конечно, если сказать сейчас, нет, мне не обломало. Конечно, внутренне было как-то досадно. Но, с другой стороны, я сейчас уже по прошествии времени понимаю очень такую важную вещь. Я поступила через год к своему мастеру. Я через год встретилась с великим педагогом. Я уже как бы великим педагогом Олегом Львовичем Кудряшовым, который стал моим мастером и который, ну, помимо всего прочего, помимо того, что он был великий педагог, он абсолютно мой педагог, вы знаете. Нет, не понимаю, объясните. На протяжении четырех лет мы занимались музыкой, мы занимались таким очень серьезным драматическим вокалом. И у нас, например, был такой прекрасный предмет, который был только у нас, на тот момент был только у нас на курсе. Это действие в танце. Это придумал наш педагог Олег Лужков. Это когда драматические актеры танцуют. У вас очень много обнаженки в кино. То есть вы как-то к этому относитесь, к съемкам такого рода легко, да? Я не отношусь к этому легко. Я отношусь к этому, ну, просто так, знаете, случается и попадает. Но если говорить, не называла бы это я обнаженка, хотя безусловно, там есть обнаженная натура. Ну, или как это вот назвать правильно? Просто если сценарий, если сцена в сценарии оправдывает обнаженное тело, то есть я понимаю, для чего нужна эта сцена непосредственно в сценарии, в этом. Если режиссер меня может убедить в том, что, ну, это да, это нужно для чего-то там. Мне не нужно показать там филейные части твоего тела, а мне нужно, чтобы вот был вот такой вот эффект. Тогда я на это соглашаюсь, потому что на самом деле предложений гораздо больше, чем кажется. Предложение именно такого рода или в принципе предложение сниматься? Нет, в принципе предложение сниматься обнаженной. Как раз напротив, сниматься обнаженной и оправдывать это, оправдать, для чего это нужно, как правило, все заканчивают. Ну, и все, Игорь, ну понятно. Тогда спасибо. Ну, хорошо, а как вы вообще относитесь к тому, что актрисы, ну, ведущие мировые актрисы, даже мы не про отечественных говорим, они достаточно легко снимаются в журналах без одежды, потому что, ну, женское тело, это просто красиво. Вы считаете, это же там не оправданно никаким сюжетом. Нет, вот я могу сказать, что в данном случае я такой, ну... Консерватор. Консерватор, нет. Я не снимаю для мужских журналов, хотя, ну, достаточно много у меня предложений от них было, и может быть будет, может не будет. Но меня это как-то не очень интересует, потому что, ну, одно дело, опять же, тут есть очень тонкая грань. Есть Юля Пересильд, актриса, которая играет роли. И когда мы видим в кино, да, для меня это очень важно, например. Там раздевается персонаж, там не я раздеваюсь. Понятно, да. А вроде бы, приходя на съемку журнала, это должна быть Юля Пересильд. Для меня это, например, неприемлемо. Я не понимаю, зачем мне это нужно. Я не понимаю, про зачем мне это нужно. Что для себя я могу в этом и найти интересным? Ну, люди будут восторгаться, смотреть, любоваться вами. Это так мало. Мало, когда люди восхищаются вами, это мало. Ну, понимаете, если бы я ничего другого не могла, да, ну, наверное, пришлось бы мне пойти и в мужские журналы тоже. Чтобы, ну, как бы, есть другие советы. У всех сейчас своих коллег, которые снимаются в мужских журналах, этим просто убрали. Нет, почему? Нет, почему же? Это разное мировоззрение. Это, как бы, я вот так считаю, как бы, что мне достаточно что-то делать другое. А кто-то, может быть, считает, что это вообще прекрасно, круто. И тут же дело такое, знаете, кто, как бы, у каждого свои рамки. Понятно. Мне рамки не позволяют сниматься в этих рамках. Мам, Юля Пересильд не позволяет. А что за фамилия такая, необычная фамилия? Что это фамилия? Скандинавская фамилия. Это скандинавская фамилия, да? То есть у вас какие-то... Два перевода есть. Есть как семейный мост, а есть как юж. То есть у вас какие-то северные корни, потому что вы из Пскова, да? Я из Пскова, а, соответственно, там очень близко и Эстония, и вообще вся Прибалтика. Ну да, вы, кстати, выглядите вполне как скандинавская девушка. Да. Скажите, а Псков, это консервативный город? Ну, в смысле нравов, в смысле вот воззрений там, ну, на те же, там, глянцевые журналы. Не знаю. Нет? Как-то сложно мне за весь Псков сказать. Ну, Псков древний город, вот это я могу сказать. Москва, знаете, тоже, в общем-то. Ну, Псков-то подревнее будет намного, поэтому. Не знаю, консервативный, не знаю, маленький город, прекрасный город, красивый город, город, где очень много церквей, я бы сказала, ну, православный город, сильно религиозный город, а консервативный... Ну, это, на самом деле, в известной степени синонимы. В известной степени, наверное, да, наверное, да. Когда вы последний раз были в своей малой родине? Осенью. Зачем? Просто так приезжаю или по работе? Нет, я езжу туда к друзьям, плюс у меня там, ну, там остались какие-то близкие мне люди, я не имею в виду родственников, я имею в виду подухов. Это запретная тема? Нет, почему? Это мои друзья. Хорошо. Ну, я на всякий случай, поскольку вы меня загрузили перед эфиром... Это правильно, это хорошо, вот это правильно. Вот если бы так было всегда, это правильно. Не наступить, да, я как по минному полю здесь с лисиями притопываю. Да. А расскажите про свои, у вас есть друзья, прям школьный пары, вот друзья это кто? Да. Ну, нет, я могу сказать, у меня есть один друг, это Ира Петушкова, которая как бы, ну, человек, который прошел со мной там, все, много чего прошел. Как вы загадочно так умерли. Человек, который видел меня и в тяжелых ситуациях, и в веселых ситуациях. Это школьная подруга? Да, это школьная подруга, с которой мы учились вместе в школе, с третьего класса вместе. Она при этом не в шоу-бизнесе. Слава богу, нет. Да? То есть вы не слоп, не тот человек, который, став знаменитой и такой вот человеком из экрана, сменили полностью телефонную книжку. Вы продолжаете поддерживать отношения. Нет, это ценно, на самом деле, потому что я очень много примеров знаю совершенно противоположного снобизма. Знаете, у меня такие ценные люди, вот там остались, вообще вокруг меня есть такие ценные люди, совсем не шоу-бизнеса, как вы это говорите, и даже не всегда вообще изнашивают там театрального или киношного мира. Ну, такие ценные, такие глубокие люди, что их лишиться, это как бы, ну, потерять что-то в себе. Нет, это здорово. Меня на самом деле это восхищает, потому что, ну, в вашей профессии, ну, по моим наблюдениям, очень много вот снобизма. То есть когда человек получает возможность общаться со знаменитетами, он сбывает. Не, Витя, мне очень везет в этом смысле. Да. Вокруг меня... Нет, везет не вам, а везет как раз вашим друзьям, потому что... Нет, вокруг меня всегда собираться, я серьезно говорю, я сейчас это как бы, ну, это скорее часть моего счастья, моего личного счастья как раз. Вокруг меня, вот вы говорите, много снобов в нашей профессии, ну, не знаю, вокруг меня, ну, наверное, где-то есть, но люди, которые близки мне, я не могу назвать их снобами. Вы просто не замечаете, вы обладаете счастливой способностью, какие-то вещи... Нет, нет, я вот поначалу нашего разговора достаточно для меня напряженного, понял, что вы просто некоторые вещи не видите. Это хорошо, это прекрасно, это на самом деле я могу вам позавидовать в этом отношении. Вы упомянули, что были у вас очень какие-то тяжелые ситуации, в которых ваша подруга там была вместе с вами. Это какого рода были ситуации? Ну, как сказать, если говорить о каких-то бытовых вещах... Я, вы знаете, вообще теперь уж боюсь говорить про тяжелую ситуацию, потому что я всегда понимаю, что вокруг столько людей, которым всегда еще хуже, чем тебе, что все твои тяжести, как бы они для тебя тяжести. А на самом деле кто-то прошел так много, ну, в какой-то степени, ну, как, у меня достаточно была бедная семья, в которую приходилось просто... Отчасти, в принципе, то, что я приехала в Москву, и мне подруга и помогала, и сюда, знаете, варенье присылала, понимаете, и там 500 рублей на Ленинградском вокзале передавала, чтобы я месяц прожить на них в Москве могла. Ну, если говорить вот про такие вещи, безусловно, такого было много. А сейчас у вас быт, как бы все проблемы решены бытовые, то есть вы упомянули, что вот, ну, бытовые просто были трудности на уровне, там, поесть-попить. Сейчас таких сложностей нет? Нет, ну, поесть-попить, слава богу, сейчас нету, но я, как человек, который когда-то это пережил, всегда... У меня мама очень над этим, ну, как-то так иронизирует, потому что я всегда очень спокойно, как бы говорю, ну, давайте сейчас куда-нибудь поедем, потому что потом можем и не поехать. Я говорю, почему ты так все время говоришь? Я говорю, ну, потому что неизвестно, потому что, может быть, я никому-то не нужна и все прочее, и не нужна буду в профессии, и все прочее. Я говорю, господи, ты такие каждый раз, ты все время об этом думаешь? Я говорю, да я не думаю об этом, просто я к этому очень нормально отношусь. Для меня, например, не существуют вопросы, знаете, там, как сказать, вот накопить, приобрести что-то. Для меня вот этих вопросов вообще не существует. Я в какой-то степени живу сегодняшним днем. То есть вы сиборит, да, то есть вот вы не думаете о завтрашнем дне, получается. Я думаю о завтрашнем дне, думаю, безусловно, о завтрашнем дне. Но у меня нет, знаете, вот этого желания заработать всех денег разом, как бы, да, и нет вот этого желания, ну, слава богу, что нет, это как бы, я только хорошо, потому что с этим очень тяжело жить. И я очень спокойно отношусь к тому, что сегодня есть деньги, а завтра их нет. И я как бы внутренне готова к этому, что сегодня они есть, а завтра их нет. Сегодня есть какие-то блага, а завтра их нет. Сегодня есть работа, ну, а завтра, может быть, ее и не будет. Ну, в актерской профессии это вообще. То есть я внутренне всегда себя к этому, ой, извините, я внутренне себя всегда к этому готовлю, что завтра могут сказать, вообще, ты ужасная актриса, и ты вообще просто отвратительная. и не пусти тебя ни на один канал, например. Я внутренне всегда себя к этому... Я желаю вам всех благ, много путешествий. Это отлично, что вы не забываете Псков. Успехов в вашей благотворительности, но прежде всего вы, конечно, актриса, ну, с моей точки зрения, и красивая женщина. Я желаю вам оставаться красивой всегда и желаю успехов на вашем помощи. Всех вам благ. Спасибо.